Для обсуждения развития межнациональных и межконфессиональных отношений был организован круг и стол отделом по межнациональной политике и связи с общественностью города. Участие в обсуждении вопроса приняли представители городской администрации во главе с Хайбуллой Умаровым, секретарем антитеррористской комиссии по городу Хасавюрт, заместителем главы администрации муниципального образования город Хасавюрт по идеологии и общественной безопасности, члены общественной палаты города, совета ветерану отдела Министерства внутренних дел по городу Хасавюрт, а также религиозные и общественные деятели. Открывая мероприятие, Хайбул Амаров ознакомил присутствующих о проводимой работе в сфере развития межрелигиозных и межнациональных отношений в рамках противодействия идеологии экстремизма. То, что мы пожимали с 90-х годов, сегодня мы вышли на другой уровень, сказать, что у нас в республике, в частности в городе, есть проблемы межнациональные, конечно, таких проблем у нас нет. Есть проблемы земельные и другие, которые на бытовом уровне выводят, так сказать, на национальный и другой уровень. В качестве приглашенных гостей в работе круглого стола участие приняли Керим Бадрудинов, помощник главы республики Дагестан и представитель антитеррористической комиссии Дагестана северно-территориального округа. Хабиб Магомедов, руководитель научно-практической лаборатории Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Давуд Тумалаев, консультант отдела по взаимодействию с религиозными организациями и религиозно-образовательными организациями. Комитета по свободе совести взаимодействия с религиозными организациями Республики Дагестан. Участники круглого стола отметили, что межнациональные отношения должны осваиваться на принципах взаимоважения и доброго отношения друг к другу. В ходе выступления Керим Бадрудинов поблагодарил организаторов за приглашение и положительно оценил сложившиеся взаимоотношения всех заинтересованных управлений и ведомств города. Вопрос очень такой многогранный, емкий и, наверное, в рамках одного круглого стола, наверное, все его охватить. Конечно, не сумеем. Хотелось бы, прежде всего, сделать именно такой акцент и сказать спасибо организаторам, что именно сегодня у нас в Росславии сидят представители, активная часть, я считаю, общества, представители духовенства, православные церкви, юридической общины, представители общественности, администрации, депутации городского собрания. Очень хотелось бы в рамках этого диалога, да, просто обычного диалога, мы бы нашли услышать именно какие-то предложения, которые в дальнейшем мы можем уже где-то на уровне дискультинского уровня, в будущем, пока доработать и представить, в том числе, главе из Компеталистана, в течение разнообразного рабочего. Выступая перед собравшимися председателем Совета ветерану Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрд, Зайбудин Амаров отметил, что мощным толчком в идеологической работе по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи служат встречи лекторских групп со школьной и студенческой молодежью. В продолжении подчеркнул, что в зоне рыска находится прежде всего молодежь, и на это нужно акцентировать внимание. Через интернет наши враги и не самые прежде всего греха Соединенных Штатов Америки мутят сознание нашей молодежи особенно. Поэтому наша задача, уважаемые друзья, показать пример, потому что у нас это единая земля, у нас это нормальная Родина. Одним из важных моментов общения был посвящен вопросам образования и культуры, которые, по словам участников, круглого стола должны быть построены таким образом, чтобы была возможность, начиная с начальной школы, заниматься с культурой и традициями других народов. Свои предложения по данному вопросу также выразили религиозные деятели мусульманской православной иудейской конфессии. Расул Гаджиев, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.